Узнать, где находится ваш избирательный участок, теперь просто. Центр избиркома публиковал ссылку на интерактивную карту с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на предстоящих выборах. Чтобы определить расположение ближайших избиркомов, пользователю нужно разрешить карте определить свое местоположение. Напомню, выборы президента страны пройдут уже через два месяца, 18 марта. С 1 февраля норильских школьников начнет кормить новый подрядчик. Его имя станет известно 26 января, когда пройдет конкурс с ограниченным участием. Ограничить перечень компаний, которые могут взяться за организацию питания в школах, муниципалитет решил не случайно. Договор подпишут только с тем подрядчиком, который сможет гарантировать исполнение всех условий контракта. А тем временем в городе продолжают обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг главного кормильца про сервис Таймыра. В тонкостях вопроса разбиралась Екатерина Луцев. О том, что за главным кормильцем норильских школьников числится долг, более 33,5 миллионов рублей теперь знает весь город. Норильчане активно обсуждают тему в соцсетях. Паники добавляют тот факт, что с 1 декабря в ряде школ перешли на безналичную оплату питания. Не подвеснут ли родительские деньги в воздухе и не останутся ли дети голодными? Этот вопрос будоражит сейчас всех, мам и пап. Долг и правда есть, говорит директор про сервис Таймыра Станислав Дьяков, но ситуация не столь критичная. Норильская организация долгое время являлась клиентом московского Межтрансбанка. Его еще в апреле 2017 признали банкротом. А со всеми клиентами по распоряжению агентства страхования вкладов началась процедура возврата денег. Та информация, которая была подана в социальных сетях о том, что арестован счет и деньги уходят неизвестно куда, на самом деле это все не так. Никаких срывов не планируется. Все работает как и раньше. Родители внесли деньги за ученика, он получил питание. По сути, про сервис Таймыр монополист на рынке данных видов услуг. Норильских школьников организация кормит уже третий год подряд. Всего в списках 42 образовательных учреждения. В общей сложности на питание своих чад мамы и папы тратят порядка 240 миллионов рублей в год. Суммы колоссальные. Вырвать лакомый кусок у про сервис Таймыра в ноябре 2017 попыталась другая организация. На электронной площадке аукцион она выиграла. Вот только к работе приступить не смогла. Не рассчитала силы. Так про сервис Таймыр продолжил свою работу, заключая месячные договоры с каждой школой города по отдельности. Возможно, с 1 февраля организацией питания займется другой подрядчик. Грядет очередной тендер. Только на этот раз по новым условиям. 26 января пройдет конкурс с ограниченным участием. Юристы говорят, в отличие от аукциона, где главным критерием является цена, в этом случае к потенциальным подрядчикам будут предъявлены определенные требования. Не можешь их выполнить, контракта не видать. Руководство про сервис Таймыра уверяет, в конкурсе участвовать будут. Учитывая, что учредитель данной фирмы все-таки серьезное предприятие, я уверена, что на организации школьного питания это никаким образом не должно отразиться. Не допустить до участия в конкурсе какое-либо предприятие даже с долгами муниципалитет не может. Главное, чтобы к моменту подписания контракта подрядчик имел на своем расчетном счету необходимые для оказания услуг деньги. А они, по заверению руководства про сервис Таймыра, есть. Екатерина Лунцев, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Этим летом начнутся ремонтные работы на многострадальном объекте по Московской, 18. До середины мая должны определиться с подрядчиком и начать строительство. Какие еще объекты муниципальной собственности попали в план капитального ремонта на летний период, расскажет Оксана Завгородняя. О заброшенном здании бывшего детского сада на Московской, 18 мы рассказывали в программе Вести неоднократно. И вот лед тронулся. Инженерные изыскания и проектные работы уже проведены. Теперь, как только определится подрядчик, а в планах это сделать уже в мае, приступят к капитальному ремонту. Он будет длиться не менее трех лет. А вот Толнахский детский сад по Бауманской, 21 будет сдан под ключ уже к концу этого года. Крупное строительство в будущем развернется еще на одном объекте. Здание на Ленинградской 7А в этом году будет передано в муниципальную собственность. Как только это случится, специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации. В перспективе этот объект ожидает большая реконструкция, но в этом году успеют оформить лишь документы. Строительство развернется позже. Весь комплекс работ планируют завершить в 2020 году. Капитально отремонтированное здание муниципалитета даст пользование воспитанникам городского центра культуры. Не секрет, что сейчас заниматься всем коллективом лишь стена ГЦК тесно. Всего на проведение летних строительных работ из бюджета города выделено 808 миллионов рублей. Предстоит сделать 230 муниципальных закупок. В первую очередь закупят материалы для объектов управления и образования. Школам и детским садам этим летом капитально отремонтируют кровли и фасады. Третья школа полностью поменяет облик. Кирпичную кладку покроют специальным раствором. Данное учреждение страдает за счет проникновения холодного воздуха через кладку. Принято решение его отремонтировать с применением технологий, которые в прошлом году мы первый раз применили на объектах муниципальной собственности. Это нанесение покрытия теплоизоляции в виде шпаклевочного материала. По этой технологии обновили в прошлом году спальный корпус школы-интерната Пакирова-34. В здании стало значительнее теплей. Теперь займутся и учебным корпусом. Также в планах специалистов полкреса летом отремонтировать детские игровые площадки. На территории детских садов Талнака, Каиркана, а в центральном районе центра Виктория. Продолжат благоустраивать и набережную озера Долгое. Контроль над работой подрядных организаций будет вестись жесткий, как и в прошлом году. Так, летом 2017-го работникам, которые не уложились в срок сдачи объектов, а это здание ДФК и крыльцо 14-й школы, не заплатили ни рубля. Оксана Завгородняя, Евгений Жуков, Вести Норильск. Какое наказание получил колнахский любитель салютов, расскажем во второй части выпуска. Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Всем-всем-всем скидки в магазинах «Арбат Мегаполис Проект» от 15 до 30%. Ярких праздников, шумного веселья и выгодных покупок. Спешите к нам по адресам Толнахская, 10, Лауреатов 41, Энергетическая, 25, дробь 2. 17 января в Норильске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 41 до 43 градусов ниже нулевой отметки. В горных районах минус 38-40 градусов. Вы смотрите «Вести Норильска». Мы продолжаем выпуск. Толнахский стрелок привлечен к административной ответственности. Салютовать ему теперь нечем. Мужчины изъяли оружие. На этих выходных жители рудной столицы разбудили звуки выстрелов. Обеспокоенные горожане немедленно вызвали полицию. Как выяснилось, по льву из окна девятиэтажки устроил 31-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил устроить праздничный салют из своего охотничьего ружья. Никто не пострадал. Отмечу, что раньше проблем с законом у Толновчанина не было. Теперь ему придется не только распрощаться с ружьем, но и выплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Гудки и спокойная мелодия. Такие звуки слышат молодые родители, когда пытаются записать ребенка на прием к врачу через единый номер 400-800. Пользователи соцсетей уже делятся личными рекордами ожидания на телефоне. 52 минуты. Столько времени потребовалось, чтобы записать ребенка на анализ крови. Этот скриншот запустил волну обсуждений в сети. В комментариях люди поспешили поделиться своими рекордами ожидания. Два часа. Мало того, что они еще и скидывают постоянно, так и ждать приходится. Я пыталась дозвониться в течение четырех часов. Безрезультатно. Я пять часов звонила как-то. Не обходится без ностальгического. Раньше было лучше. Главный врач детской больницы говорит сразу, как раньше уже не будет. Единый номер был создан специально для того, чтобы снизить нагрузку на работников регистратуры и облегчить задачу родителям. Даже номер 400-800 запомнить куда проще. Что касается якобы неработающих сотрудников. Миф. Четыре оператора постоянно находятся на связи. Работают с 8 утра до 8 вечера. Самая большая нагрузка с 8 до 16. В так называемые пиковые часы. На этот период приходится до 600 звонков. Всего в день порядка 700. Вопрос, откуда берется очередь. Неужели всем позвонившим необходима запись к врачу? Звонки самые разные. Помимо того, что люди записываются к специалистам. Будь то участковые врачи, педиатры, либо узкие специалисты, либо анализы и другие, скажем так, процедуры. Спрашивают у операторов, в каком кабинете принимает специалист, на каком участке они обслуживаются. Некоторые забывают, когда они записались, просят им напомнить дату визита, цель визита и так далее. Консультации занимает всего несколько минут, но это уже создает очередь на линии. А при приеме вызовов необходимо внести в компьютерную базу данные маленького пациента. От фамилии и имени до адреса проживания. На это тоже уходит время. В медучреждении обещают повысить качество обслуживания. В планах увеличить штат сотрудников, принимающих звонки, а также обновить программу, с которой работает персонал. А что сейчас? Выход есть веб-регистратура. Без очередей, круглосуточно. Чтобы записаться к врачу через интернет, нужно заполнить всего два поля. Номера свидетельства о рождении и полисы медицинского страхования. Кстати, на этом же сайте можно получить информацию о расписании врачей. Правда, пока через веб-регистратуру записываются всего 9% горожан. Михаил Чечелев, Маргарита Батыченкова, Дмитрий Химич, Вести Норильск. Вмерзают слова в морозную стынь. Этими строчками норильского поэта Юрия Бореева назвали вечер памяти, посвященный его жизни и творчеству. Именно его стараниями было основано Таймырское отделение Союза российских писателей. Юрий Бореев стал тем звеном, которое смогло объединить таких разных поэтов нашего города. Друзья-поклонники бережно хранят воспоминания об этом уникальном человеке. Подробности в следующем сюжете. А снег, несущийся во тьму, еще незримый потому... Юрий Бореев родился в Норильске в канун нового 1948 года. Но родители, как писал он сам, омолодели его еще в колыбели. Записали в свидетельство о рождении дату выписки из роддома – 12 января. С тех пор прошло 70 лет, 20 из которых Юрия Адыгамовича уже нет с нами. Но день его рождения друзья и поклонники отмечают до сих пор. Вот и в этот раз собрались в зале публичной библиотеки. Вспоминали о былом и рассказывали молодому поколению об уникальности норильского поэта. Знав в совершенстве два языка – русский и татарский, Бореев всегда искал между ними глубинное родство. Он искал связь между этими языками. Он искал образы, которые рождены в языке русском, но истоки которых были в тюркских наречиях и наоборот. Он над языком, над речью всю жизнь. Он был прикован, как приметей к скале, как раб к галерам. К языку он не мог, а это была его жизнь. Самой значительной же своей работы поэт читал поэтическое переложение легендарного шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», которое академик Дмитрий Лихачев назвал одним из лучших. Несмотря на признательность высоких лиц, Бореев по воспоминаниям поклонников совсем не зазнавался. Захожу в автобус, и вдруг знакомая сон. И смотрю Бореев. Среди таких же работяг. И они где-то в конце там собираются. Такой смех стоит, такое веселье. По инициативе Юрия Адыгамовича были созданы сборники «Гнездовья в юг» на поэтическом мире Диане. В них Бореев объединил разных норильских поэтов с совершенно противоположными взглядами и стилями. Он был редактором многих книг, в том числе и детских. А еще руководил норильским литературным объединением «Надежда». Когда я буду умирать, я ничего не позабуду. И будут позади стоять все мои недруги и другие. Зажгут костры по всей округе и будут жертвенные руки в молитве к небу простираться. На вечере памяти Юрия Бореева, почетного гражданина Норильска, звучали его стихи, а также песни, посвященные жизни и творчеству талантливейшего поэта и верного друга. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск.